хорошая щучка но вовля щуки на десятку килограмм хочу таких два трофея не знаю данная на килограмма 4 другая поменьше так ребята хорошая щучка такая килограмм 2 наверное так привет ребята сегодня хочу показать вам приманки на я ловлю эти приманки подходят для новички перед теми поделитесь видео поставьте лайк підпишитесь за лайки буду дуже вдячний и пишите свои коментарии так начинал я ловити з бльосин як всі начинают я думаю и моя была первая ошибка что я их обрывал я не знаю как на них ловити потому что чипляется за дно я буду неправильно проводку не ловится рыба с друзьями выходили на рыбалку всих ловится кроме меня в одном потому что я начинаю что я не знаю как ловить ну как бы все приходит с опитом и я выбрал такие варианты воблеры воблеры самый идеальный вариант для ловлю рыбы новичок не новичок ну это самый идеальный я считаю вариант потому что они есть плавающие есть тонущие на них можно делать разные проводки можно делать медленно можно крутить быстрее и за счет этого всего они играют в воде и приманюют нашу рыбу блесну мы когда кидаем то она падает на дно и потом спиннингом мы подрываем и она плевает но минус есть в том что когда падает блесна она чипляется за дно возможно за карягу или за камень ну и потом мы ее обрываем это была моя такая вот ошибка в начинающем ну как сказать так рыбаку и вот такие вот перешел на такие вот воблера потому что я понял что мы кидаем воблер когда он плевает на воде когда мы ее оттягиваем он занудится в воду и делаем вот такие вот движения в воде и приманя нашу щупку там и ну нема разницы как у рыбы но дело в том что когда вы понимаете что уже воблер сейчас вот касается дна вы не крутите спиннинг а в интерхе всплывая наверх потом начинаете опять крутить ну то есть можно с ним делать какую-то игру и не зачепиться это очень вот если понимать как чувствовать как тетяна что-то воблер это очень классная штука потому что с блесной такого не будет блеснули закинули и обернули и потеряли гроши которые потратили на приманку вот такие вот есть приманки прикольные тоже воблера плюс в том что их хватает надолго если правильно на них ловите если правильно работать проводку ребята и для новички все сами я считаю идеальный вариант потому что я поначалу там ловил на силикон на блесна но все-таки не на воблеры но воблеры в этом валялась я со временем думаю а ну я попробую и потом понял что в них ловится рыба они робят в воде всякие такие вот движения прямые требуются мне понравилось и потом я начал купить эти все воблеры ну и еще такие ребята идеальный вариант короче как вот такие вот циканы циканы это классная штука на щуку на окуня на судака но есть очень большой шанс что вы их просто обервете это нужно на этих водоемах где вы будете знать что вот вы закинули и вы их на обервет ну для них я беру флюрокарбоновый поводок так как например я если я ловлю форель то форель такая рыба яка боится всех там других вот таких поводки там черные поводки все остальное я беру флюрокарбоновый и этого мне в принципе хватает ловлю я еще на на них щуку ну и остальную рыбу яка может ловитись я заказал кстати такие приманки с алиэкспресс такие приманки вагою по 8 грамм и перед тем как заказать я почитал в комментарии что действительно приманки классные что стоит заказать и я их заказал потому что перед этим я заказал опять же приманки для себя взял для проби три штуки заказал по 5 грамм пришло по 8 грамм короче и без того это была уже не приманка таки соби короче я их обервал первый же день вот такие вот прикольные приманки на них тоже можно ловить окуня судака щуку форель цена на такие сказать на всякий случай вариант для таких специальных водоемов для можно ловить и такую интересную рыбу ну а так пользуюсь я в принципе боблерами яки на ки ловится щука и вся та же другая рыба ребята поставьте лайк и подпишитесь это уже важливо для меня для моего канала сейчас покажу вам вот такие вот приманочки прикольницы тоже приманки на окуня на судака на щуку ну короче на все что можно ловить и вот все все приманки я просто тут внимание есть и все все будет як раз выглядать для новичка можно сказать так вот такие тоже приманочки воблера прикольные с вертушечкой вот мне нравится тоже коли тянешь сам воблер робит гру в воде и плюс еще вот такая вот вертушечка яка крутится приманю нашу щуку там то ли судака и хочу вам рассказать что ловил я начинал не поверите вот таких вот воблер это старые раповые воблеры в завтольнике ничего не говорить потому что я их снял на зимнюю рыбалку я зроблю вставку на ци воблеры видео как я ловил щуку вот такие вот такие вот воблер я его перерывал это был тонущий воблер это была медленно проводка ребята и это классный воблер який наверное уже в магазине не найти був таки воблер только с такой вот майже розкраской но я короче вставлю в видео и поделитесь это классный кусочек привет ребята пришел половить и пробовал короче поймал сегодня ребёху щучку вот такую на 9 там 500 9 500 на такой воблер воблер и на них щука ловится ну просто с великим аппетитом сами таки опыт был бо внимание валялась в какой-то вот в чемоданчику думаю попробую половлю я бы результат был успешный можно сказать так вот так и сейчас покажу вам сейчас покажу вам мне нравится поплавочек как я взял поплавок допустим вы пришли половите на на донку вы ловите на донку если вы хотите половить на поплавок берем поплавочек чепляем за счет кнопочки и все он тримается и никуда не девается цей поплавочек нажимаем кнопочку снимаем его и наш поплавок уже можно сказать свободным все вот вся в принципе такая разновидность рыбалки можно так сказать есть разные воблера для ультралайта там вот такие вот малесенькие ну короче буду пробовать выручить экспериментировать перед тем как будете идти например на рыбалку купить допустим приманки не экономьте грошей на нитку нитку допустим я взял 8x вона не так перетирается ей надолго хватает и берет качество ну ну чтобы если вы купили допустим приманку бувают такие моменты когда защелкнулася катушка вы кидаете и приманка вместе с ниткой с поводком полетела дальше я думаю будет очень жалко если вы купили дорогостоящую приманку яка уже полетела здесь очень далеко и не экономьте первую очередь на нитке нитка это то что спасает все ваши приманки это очень важно первую очередь купите нормальную нитку потом купить уже приманки а желательно вообще купить нормальный спиннинг потому что если вы купили дешевый спиннинг и дешевую нитку и купили нормальные приманки это вы как-то говорят жадный платить дважды ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки чекаю вас в коментариях пишите свои варианты может вы чего из другого начинали ловить лично я начинал из лоблера кстати начинал из таких вот жаб и не то что начинал и ловлю на такие жабы потому что это жабы кстати классная штука на кувшинках на корягах ну короче где можно зачепиться допустим воблером или силиконом или цикадою то этой жабой ты не зачипиться не где если даже чисто кинути в поле то по полю можно протягнуть и ты не зачипишься потому что за счет вот этих вот крючков которые сверху они прикрываются этой жабой она плывет как хочешь и при их закидании она летит очень далеко и щука очень любит такие вот такие вот игрушечки можно сказать в воде особенно там где кувшинки есть между кувшинками я всегда вот и нею пользуюсь и она выпрыгивает и хватает ну тоже надо делать медленную проводку не быстро а медленную проводку даже вот такими вот рибками потому что вы можете делать быструю проводку и щука промахивается то ли сзади то ли сбоку хватает ну вот такая вот это лично мой опыт и советую вам тоже так в принципе ловить подписываемся на канал ставим лайки чекаю вас в себе на youtube канале дивимся рибалки скоро начнется сезон и все будет доброе всем добра и миро